Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня у нас интересный брифинг, потому что все-таки мы подводим итоги не простого, обычного рядового дня недели, но итоги еще и важнейшего события, которое, я думаю, может оказаться весьма значимым на перспективу американца и прочих активов, потому что доллар у нас, разумеется, влияет и на рисковые инструменты также. Сегодня мы в целом подведем итоги уже прошедших заседаний Европейского Центрального Банка и американского регулятора, потому что для нас эти новостные события были ключевыми ориентирами, мы их долго ждали, строили парагнозы, каким образом они могут сказаться на динамике активов национальных регионов и что, в принципе, можно будет ожидать от активов, которые стоят за еврозоной США дальше. Об этом, разумеется, мы сегодня подробнее поговорим, но прежде давайте все-таки не будем нарушать преемственности нашего ежедневного брифинга, фундаментального анализа и начнем, как и всегда, с динамики нефти, тем более сегодня мне по нефти вам есть также о чем рассказать. Если вы следили за динамикой этого актива в ходе вчерашней торговой сессии, то наверняка заметили тот стремительный рост, который показывали позиции и Brent, и WTI. Клод вчерашнего дня 40.28, сейчас Brent торгуется на отметке 40.62 и в целом по-прежнему сохраняет потенциал для того, чтобы уйти и забраться еще выше. Мы с вами ориентировались на то, что как косрочно и среднесрочно потенциал для дальнейшего восходящего движения еще не исчерпан, потому что рынок подогревается идеей о том, что в ходе предстоящего заседания, которое в качестве сообщения молнии вчера стало известно, что заседание ОПЕК, встреча ключевых производителей, скажем так, нефти России состоится не в России, не в Вене, а в Катрии пройдет 17 апреля. То есть есть фактическая дата. Сейчас эта дата уже подтверждена, поэтому, наверное, вряд ли она будет пересматриваться. Значит, у рынка есть такой временной интервал, когда можно спекулятивно поторговать на росте, отыгрывая идею, покупая на ожиданиях, продавая на фактах. Почему эта идея может быть сейчас состоятельна? Потому что, если уж стороны действительно обозначили необходимость проведения этой встречи, значит, есть действительно надежда на то, что могут быть выработаны солидарные компромиссные решения, которые в конечном счете будут направлены на снижение объемов производства. Если 17 апреля мы получаем в качестве инфоповода сообщение о том, что объемы производства всеми регионами, ну, ключевыми регионами ОПЕК и России будут снижаться, и США тоже, значит, рынок черного золота получит долгожданный, серьезнейший и определяющий повод для фундаментального роста и ухода выше 50 долларов за баррель. Но это 17 апреля. До этих пор, получается, с сегодняшней даты есть полноценный месяц, когда можно спекулировать на ожиданиях того, будет ли это ожидание или нет, то есть, будет ли это решение или нет. И если, опять же, руководствоваться практикой последнего заседания, я полагаю то, что действительно трейдеры могут предпринять попытку, чтобы зацепиться сейчас по бренду за планку 41,5, может быть, даже 42. Напомню то, что как только появились сообщения о том, что это заседание возможно, мы поставили с вами на каткосрочный рост актива, обозначили в качестве цели на 40 долларов за баррель, добрались до этой отметки, после этого решили взять паузу. Это было правильно, потому что не появлялось никаких дополнительных новостей, сообщений сейчас они есть, и я все-таки предлагаю активизироваться и дальше с точки зрения покупок и попробовать прокатиться еще повыше. Но здесь ключевой посыл заключается в том, что это только краткая и среднесрочная ориентира, потому что по долгосрочным у нас по-прежнему исключительно медвежий взгляд, и сломать вот это позиционирование может только возможность, опять же, отсутствие, точнее, возможность уже услышать итоги заседания, которое пройдет 17 апреля. До этих пор я долгосрочным трейдерам не рекомендую отказываться от возможности распродаж позиций бренда и WTI. Из-за событий вчерашнего дня, знаете, то, что вышли буквально за несколько часов до заседания ФРС запасы по нефти США от Минэнерго, запасы снова выросли, плюс 1,3 миллиона баррель, это уже самый настоящий тренд, который усиливает общее перепроизводство. Но учитывая то, что бренд вчера подрос, можно сделать вывод о том, что трейдеры интерпретировали этот макроэкономический фон и эту статистику не как факт роста производства нефти, а как еще один сигнал для того, чтобы стороны все-таки рассмотрели возможность для того, чтобы снизить объем производства, потому что ключевые производители, только они могут сломать вот этот негативный тренд. И вот эта позиция того, что что-то нужно сейчас сделать, иначе нефть будет уже переливаться через края, она и поддерживает оптимистов, которые делают ставку на укрепление позиций бренда сейчас. Из другой статистики, объемы производства нефти США снизились в рамках прошлой недели, но на символичную цифру 10 тысяч баррелей до 9,06. То есть оно очень много, поэтому в целом давайте держать в голове эту статистику, но на нее особо не обращать внимания. А вот запасы нефти в Кушинге добрались уже до планки 67,5 миллиона, это очень много. По сути, это весь потенциал вместимости этого нефтяного терминала, который составляет 70 с небольшим. И в буквальном смысле сейчас исторические запасы в Кушинге находятся на максимальных отметках. Это еще один сигнал, указывающий на перепроизводство. Это, скажем, тот новостной фон, который должен утешать до засрочных трейдеров, в плане того, что в целом раз каждый день спроса и предложения остаются актуальной идеей и актуальной темой. И именно вот факт увеличения производства сейчас и остается ключевым фактором долгосрочного ослабления позиций бренда. Ну, в целом, по ориентирам кратко-среднедолгосрочным мы с вами уже поговорили. Ничего пока не меняется. Давайте следить за новостным фоном. Предлагаю пока краткосрочно попробовать еще сделать ставку на закрепление повыше. Но если бренда берется до уровня 42, нужно будет уже выходить из этого актива. Если, конечно же, хотите рискнуть и замахнуться на возможность еще более высокого восходящего движения, тогда, конечно же, на свой страх и риск можно попробовать. Российская валюта 69,23. Мы с вами ждали пробития поддержки 70. Это произошло. Нефть, конечно же, утащила за собой и курсы российской валюты, и по причине высокой корреляционной связи. Также хочу отметить то, что завтра состоится заседание Центрального банка России. Это ключевое событие национального макроэкономического фона. Говоря про ставку, скорее всего, ее снизят, может быть, даже до 10%. Потому что текущие показатели инфляции указывают на то, что она растет уже не такими динамичными темпами. Может быть, даже есть предпосылки для постепенного снижения, не быстрого. Но все-таки, учитывая то, что в прошлом месяце мы констатировали только рост, сейчас даже незначительное снижение воспринимается как серьезный позитив. Если снижается индекс потребительских цен, то, соответственно, создаются возможности для активизации потребительской активности. С ростом потребительской активности мы с вами говорим о возможности формирования предпосылок для преодоления, будем надеяться, в ближайшее время рецессии. Но это слишком уж оптимистичное заявление, потому что картина на рынке очень быстро меняется. И в целом нефть по-прежнему остается определяющей для курса российской валюты. Но если завтра Центральная банка все-таки снизит процентную ставку, чтобы на фоне текущих условий, которые из-за отсутствия давления, из-за отсутствия дефляционных рисков в отношении курса национальной валюты, могут поддержать условия кредитования, помочь бизнесу и, соответственно, действительно снизить эту ставку. Смягчение экономической политики для российского региона – это позитивный сигнал. И если ставка будет снижена, то рубль сможет найти еще повод для оптимизма и в этом. Плюс ко всему, буквально через неделю у нас стартует очередной налоговый период, что традиционно через конверсионные сделки может стать уже новым локальным фактором для укрепления позиций национальной валюты. Поэтому сейчас по паре USD-RAP на фоне сохраняющихся ожиданий того, что нефть будет расти в буквальном смысле до 17 апреля, сейчас можно попробовать засыпиться даже за уровень следующей поддержки, которая по паре USD-RAP находится на отметке 68. Долгосрочно я по-прежнему не исключаю возможности возвращения прежних медведей в расположение этого актива и, соответственно, еще одного деволюционного давления на курс рубля против доллара и потенциальный уход выше 80. Но для этого нам нужно получить сигнал о том, что стороны участники переговоров ОПЕК России не придут никакому решению 17 апреля. В общем, ждем, смотрим и следим за актуальным новостным о фоне. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Доллар японская иена. И здесь я в целом предлагаю закольцевать этот новостной фон на вчерашнем заседании американского регулятора, потому что то, что мы видели по факту, это решение по ставке и после этого состоявшейся пресс-конференции стало определяющим для доллара. Динамика американца уже повлияла на поведение рисковых инструментов. Евро, фунта, австралийца, новозеландца и прочих активов также. Также решение ФРС по ставке. Напоминаю то, что мы ориентировались на то, чтобы услышать жесткие намеки со стороны американских монетарных властей. И чтобы объяснить возможности ожидания подобных жестких намеков, мы ссылались на последний макроэкономический фон, который с вами анализируем на протяжении последних недель. А статистика была хорошая в целом. Искучать и говорить обратно не нужно, потому что в целом по ключевым секторам мы видели сплошной позитив. И прежде всего этот позитив был характерен для американского рынка труда. Вспомните последние данные. Non-farm payrolls, динамичный прирост новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы, который на текущий момент находится на отметке 4,9%. Напомню, что ФРС после кризиса 2008 года замахнулся на цель снизить уровень безработицы с 10% до 5%. Сейчас мы видим то, что уровень уже ниже. И даже по вчерашним комментариям представителей ФРС и прежде всего Джанет Йеллин стало ясно то, что американские регуляторы допускают возможности снижения этого показателя даже до 4,6-4,7% к концу этого года. Каждый раз, когда мы с вами возвращались к оценке перспектив американского рынка, каждый раз, когда мы с вами анализировали комментарии высокопоставленных монетарных чиновников, напомню последний комментарий Фишера, Вильямса, Дадли и Мейстера. Они отмечали прогресс на рынке труда и связывали этот прогресс с возможностью для роста индекса потребительских цен. Хочу, чтобы здесь вы все поняли простую логику, почему рынок труда влияет на показатель по инфляции. Все очень просто. Если мы говорим про показатели занятости и констатируем уже объективно ту статистику, которую мы видим в США, речь идет уже о максимальной занятости, которую, наверное, можно было бы достигнуть. Ну, пределы для совершенства, конечно же, еще сохраняются, но 4,9% текущей – это отличный результат. Я думаю, что дальше будут цифры еще лучше. Если занятость растет, значит сокращается количество свободных трудовых ресурсов в рамках национальной экономики. Если снижается количество свободных трудовых ресурсов, значит, производители-работодатели начинают в прямом смысле конкурировать за каждого потенциального работника. А самый лучший способ конкуренции – это попробовать поднять заработную плату, потому что только деньги повышают мотивацию, лояльность сотрудников к работодателю и, соответственно, позволяют работнику принимать решение о том, чтобы работать в одной компании, а не в другой. Соответственно, рост заработных плат будет подстегивать в перспективе потребительской активности, а поскольку рост заработных плат – это самая настоящая издержка для работодателей, разумеется, они не дураки, они в конечном счете будут перекладывать эти издержки на, собственно, потребителей. Каким образом? Включать их в стоимость товаров, услуг и сервисов. Соответственно, если мы с вами констатируем прогресс на американском рынке труда, мы понимаем то, что такое улучшение ситуации, максимальная занятость будет провоцировать рост индекса потребительских цен. Даже хотя бы не с точки зрения активизации потребительской активности, но еще с точки зрения того, что, опять же, вот это перенос издержек будет провоцировать постепенное подстегивание цен на товары и, соответственно, продукты и услуги. В связи с этим, каждый раз, когда мы возвращались к оценке перспектив по инфляции, я разделял исключительный оптимизм, потому что, наверное, иначе сейчас и быть не может. Действительно, есть и предпосылки видеть более объективные сильные цифры по уровню инфляционного давления. И буквально до заседания ФРС, до оглашения ставки и пресс-конференции, у нас был актуальный отчет в рамках прошлого месяца, который продемонстрировал нам и указал на те цифры, которые сейчас являются реальностью для американской экономики по инфляции. И теперь, что касается самих цифр. Индекс потребительских цен вырос до 1% против прогноза роста на 0,9%. Индекс потребительских цен, то есть инфляция, без учета продовольственных товаров, 2,3% в годовом эквиваленте против прошлого 2,2%. Чтобы вы понимали, это максимальное значение с мая 2012 года, то есть лучший результат за последние 4 года. Инфляция понемногу растет. И если дальше мы будем констатировать, опять же, еще и прирост в заработных платах, тогда действительно комментарии, даже вчерашние комментарии Джана Теллина о том, что инфляция будет рядом с 2%, которые являются целевым диапазоном уже в перспективе ближайших 2-3 лет. Это на самом деле бычий сигнал, который нужно иметь в виду, которым нужно руководствоваться, и который, по идее, должен дальше выступать серьезным фактором поддержки для американской валюты. Собственно, после того, как вышли данные по инфляции, еще был опубликован насчет по промышленному производству. Здесь, правда, статистика похуже. В частности, если говорить про цифры, минус 0,5% против прошлого роста на 0,8%. Однако этот негатив был быстро нейтрализован достаточно неплохим позитивом уже с американского рынка недвижимости, потому что закладки новых домов увеличились в процент на 7,3%. Это максимум с 2007 года. Фундаменты, тоже закладки новых домов, плюс 39%. Еще один сигнал того, что и рынок недвижимости восстанавливается. Поэтому к заседанию ФРС мы подошли вооруженные, по сути, серьезным макроэкономическим позитивом, который не мог не сказаться на динамике американской валюты. Мы видели то, что после выхода целого блока в рамках дня хорошей статистики, американские облигации достигли двухмесячного максимума по доходности. Это еще больше привлекло инвесторов в расположение американцев. Однако после того, как, собственно, была опубликована ставка, ее оставили на прежнем уровне 0,5%, Федеральный комитет по открытым операциям на финансовых рынках еще сделано несколько прогнозов по темпам экономического роста, в целом экономики по базовой инфляции. И здесь уже заставил многих немного паниковать, потому что с точки зрения темпов экономического прироста по версии, опять же, ФРС, Федерального комитета по открытым операциям на финансовых рынках, в 2016 году прогнозы ВВП по росту пересмотрены с 2,4% до 2,2%. На следующий год с 2,2% до 2,1%. Но снижение темпов роста американской экономики является следствием, опять же, общего замедления, которое мы наблюдаем глобально по рынку. И, наверное, в принципе, такие прогнозы можно было ожидать. Ну вот, что касается прогнозов по уровню безработицы, как я уже отметил в начале брифинга, здесь ожидание того, что ставка будет снижаться, уровень достигнет, может достигнуть к концу этого года 4,6%. Я, на самом деле, также придержусь подобного ориентира. Базовые показатели по инфляции пока на неизменном уровне. И, судя по последним цифрам, действительно, инфляция имеет все основания для того, чтобы сохранить, удержать вот этот восстановительный импульс и повлиять на уже позицию американского регулятора в ходе следующих заседаний. После того, как была опубликована ставка, и, наверное, прежде всего вот этот слабый прогноз по темпам ВВП, мы увидели распродажи американца, мы увидели, как этим тут же воспользовались рисковые инструменты. Евро поползло вверх, оказалось выше уровня 1.11. И единственной надеждой, по сути, были уже только комментарии представителя ФРС Жанет Еллин, председателя в ходе своей традиционной, после публикации ставки, пресс-конференции. Ну и пресс-конференция, к сожалению, не оказала поддержки американцу, потому что большинство участников рынка высмотрели в ее комментариях исключительно мягкий подтекст, никакого намека на какую-то жесткость. Если говорить отдельно по комментариям Еллин, здесь из важного, что нужно понять, то, что Еллин по-прежнему с оптимизмом смотрит на рынок труда, подчеркнула прогресс, который характерен по числу новых рабочих местных хозяйственного сектора, по динамике заявок на пособия по безработице, по уровню безработицы. Полагает то, что через ту войну, которую я вам описал, рынок труда сможет вытащить и показатели по инфляции до 2% в перспективе 2-3 лет. Еллин также отметила высокую деловую активность, экономическую активность населения. Но для того, чтобы ФРС перешел к, возобновил цикл повышения процентных ставок, прямая формулировка от Джанет Йеллин, нужно дождаться дополнительных сигналов. Я думаю, что прежде всего американскому регулятору нужен доп. позитив со стороны, опять же, индикатора по инфляции. И если уж не отчет прошлого дня, то, наверное, ту статистику, которую мы будем анализировать дальше в ходе этого месяца, наверное, там мы попробуем поискать дополнительного позитива, который может вернуть на рынок ожидания жестких формулировок со стороны американского регулятора, ну и, соответственно, в конечном счете настроить ФРС, чтобы дальше повышать процентные ставки. О четырехкратном росте косрочных ставок сейчас уже речи быть не может. В лучшем случае это 2% после вчерашнего заседания. Вероятность того, что ставки будут подняты в июне, снизились с 50% до 34%. Но важный комментарий Йеллин о том, что все будет зависеть от последующих отчетов, от статистики, мы должны иметь в виду и понимать то, что если макроэкономический фон в целом не изменится, если рынок труда и дальше будет радовать трейдеров, значит, ФРС может вернуться, опять же, к прежней жесткости и анонсировать на рынке то самое решение, которое будет предполагать разгон процентных ставок. Как использовать этот фон сейчас в динамике американца и рисковых инструментов? Евро-доллар на текущий момент торгуется очень высоко, в частности, одну секундочку, 1.12.21. Ну, за последние несколько минут ситуация могла немного измениться. Евро проигнорировал сигналы со стороны ЕЦБ. Сигналов было достаточно, и все они до сих пор не оказали влияния, не дисконтировались в динамике главного валютного риска. Евро сейчас очень высоко забрался против доллара на фоне последних заявлений представителей ФРС, хотя ничего железобетонного значимого не произошло. Вопросы повышения процентных ставок, может быть, уже не стоят так остро, но они не сняты с повестки обсуждения. Мы следим за статистикой, собственно, так же, как и прочие участники рынка, и так же, как и ФРС, и ищем позитив там. Поэтому по евро-доллару я никак не могу рассмотреть возможности дальнейших покупок и по-прежнему ставлю на ослабление этого главного валютного риска. Если сегодня в 13.00 по московскому времени данные по инфляции, в рамках еврозоны укажут на то, что риски дефляции по-прежнему сохраняются, евро уже вряд ли проигнорирует этот фундамент и покажет долгожданное ослабление. Хотя бы какое-то сейчас, потому что после такого роста мы должны оказаться ниже планки 1.10, потому что текущие значения абсолютно не оправданы для главного валютного риска. Доллар японская иена. Здесь сохраняется коридор. Даже такое значимое событие, как ФРС, не позволило паре выйти из канала 112-114. Будем надеяться, что последующая статистика поспособствует этому. Ждем закрепления выше 114 и, соответственно, срабатывания нашего отложенного ордера на отметке 115. Фунт против доллара. Большую часть вчерашнего дня снижался, потому что тому способствовал макроэкономический фунт. В частности, вчера вышли данные по состоянию британского рынка труда. Несмотря на то, что уровень безработицы оказался лучше прошлой оценки, в частности, даже подросли заработные платы до 2.1 против 1.9 в прошлом, я хочу, чтобы вы в связи с этим не строили какого-то чрезмерного позитива, потому что в целом средняя медианная оценка по динамике заработных плат, она все равно находится гораздо ниже докризисных уровней. И если ссылаться уже непосредственно на сами цифры, прежде чем Банк Англии сможет поднять вопрос о дальнейшем повышении процентной ставки, они ориентировали нас, собственно, так же, как и всех инвесторов и трейдеров, на то, что зарплаты должны расти больше, чем на 2.8% в рамках месяца. Сейчас вы видите то, что этот показатель 2.1. Очень серьезно не дотягивает до целевого значения. Также риски Брекзита. Сегодня серьезнейший новостной фонд. Суперчетверг, потому что в 15.00 по московскому времени выйдут данные по ставке, по объему выкупа активов и последний протокол заседания Банк Англии. Я считаю то, что мы можем ориентироваться на возможные, скажем, спекуляции на тему того, что Банк Англии может снова анонсировать, точнее, озвучить и актуализировать риски дефляции, которые действительно сейчас имеют место быть. И вкупе с отсутствием оснований для роста процентных ставок, вкупе с слабым макроэкономическим фондом, с политическими рисками, наверное, это должно стать фактором для средне-долгосрочного ослабления позиций британской валюты. Вчера мы немного не дотянули до нашей планки и ближайшего ориентира 1.40, но, как говорится, чуть-чуть не считается. Актуальные котировки 1.42.40. Я по-прежнему считаю то, что фунт выглядит весьма перекупленным, его нужно продавать и также не отказываемся от старого ориентира, который я уже, собственно, обозначил. 1.40. Австралийство против доллара растет. Сегодня вышли данные еще по австралийскому рынку труда, в частности, говоря про статистику. Так, одну секундочку. В целом, мы видели то, что уровень безработицы в Австралии снизился, однако динамика с частичной занятостью оказалась на самом худшем уровне за последние несколько месяцев. Уровень безработицы скачет в последнее время как арабский скакун. На эту статистику я не советую вам обращать внимание, потому что достаточно фундаментального негатива, да и, в принципе, мы видим то, что новые рабочие места создаются не так динамично. Не знаю, как рисуются подобные цифры по уровню безработицы, но это абсолютно не объективная цифра. Не забывайте также про комментарии Глена Стивенсона о том, что курс очень сильно и высоко забрался против доллара. Это абсолютно неоправданные значения. Австралийца нужно распродавать. Я предлагаю вам идею селл астопа с отметки 0.75.50, с тейп профитом в районе 0.70, с топ лоссом на отметке 0.77. Если сегодня мы увидим ослабление австралийца, которое может перерасти в позиционную слабость, тогда этот отложенный ордер окажется в рынке, и мы с вами снова попытаемся добраться до поддержки 0.70, откуда уже будем искать возможности для дополнительных распродаж. Новозеландская валюта по-прежнему растет вслед за прочими рисковыми инструментами, но я считаю то, что потенциал негативный, опять же, фон, он существенен и для этого актива тоже. Актуальные котировки по новозеландцу 0.67.75, и считаю то, что новозеландскую валюту также нужно распродавать, особенно после вчерашнего молочного аукциона, который указал на очередное снижение цен на сухое молоко. Они упали на 0.8% против прогноза роста на 7%. То есть это самый настоящий тренд, негативный для главного экспортного товара Новой Зеландии. И если уж не риски со стороны Китая, то, по крайней мере, состояние столь важного сырьевого актива с точки зрения стоимости, но должно влиять на динамику новозеландца. Поэтому и здесь я ориентирую вас на то, что нужно этот актив рассматривать и искать возможности для распродажа. Наш ближайший ориентир 0.65, оттуда попробуем уже непосредственно поторговать на сел. Что касается золота, то слабости американца вчера стала причиной активизации покупок драгметаллов. На текущий момент мы видим то, что котировки практически подобрались к уровню 1260 за тройскую унцию. Но думаю, что потенциал роста крайне ограничен. В общем, ждем все-таки возобновления и снижения. И, как я отмечал ранее, тестирование поддержки на уровне 1200 за тройскую унцию. Только после этого принимаем решение о трейдинге. И еще USD 100. Сегодня стоит обязательно обратить внимание на динамику швейцарства против доллара, потому что в 11.30 по московскому времени, буквально через полтора часа, нас ждет решение Банка Швейцарии по ставке. Полагаю, что если уж и не пересмотрят параметры денежно-кредитной политики непосредственно самой, то комментарии через возможные дополнительные валютные интервенции либо сообщения о том, что они вероятны, могут ослабить позиции швейцарской валюты. Тем более, что мы вчера видели, как USD свиси просела до отметки 0.9773. То есть, это снова возвращает нас к идее того, что швейцарская валюта слишком много стоит, и ей уже пора бы, скажем, отступать и давать дорогу, уступить дорогу американцу. В общем, снова ждем паритетное значение, и снова на нем ограничивать себя с точки зрения профита не будем, потому что для нас более определяющими являются более высокие ценовые значения. Из важнейших событий с сегодняшнего дня, 11.30, как я уже отметил, Банк Швейцарии, ждем давления на швейцарскую валюту, и, соответственно, ожидаем движение пары USD свиси выше 0.98. В 13.00 по московскому времени инфляция в еврозоне, и в 15.00 Банк Англии с ставкой, объемом выкупа активов и протоколов. Делаем, опять же, больший акцент на возможность ослабления британца. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube, либо использовать для этого форум Amarkets. С радостью на все из них отвечу. Хорошего вам торговой сессии. Увидимся уже в ходе завтрашнего брифинга. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok